Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня исполнилось 65 лет со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину из мест депортации. По традиции в день возрождения почтили память тех, кому не суждено было вернуться домой на Кавказ. Глава Крачево-Черкесии Рашид Емрезов возложил цветы к мемориальному комплексу жертвам политических репрессий в Карачаевске. А после все собравшиеся вместе с муфтием Карачаевой-Черкесии Исмаилом Хаджибердиевым совершили обряд дуа по погибшим на чужбине землякам. Сегодня в Карачаевске у здания администрации был торжественно открыт памятник первому профессиональному карачаевскому поэту-певцу, основоположнику и автору знаменитой песни Менгитау Исмаилу Семенову. На мероприятии присутствовали родственники, а также почитатели искусства знаменитого писателя. Его вклад в развитие культуры карачаево-балкарского народа невозможно переоценить. Подробнее в репортаже Карчибиджиева. День начинается с рассвета. Кубань с Эльбруса, а новая крылатая песня с Исмаила Семенова. Эти строки говорят о многом. Речь идет про прекрасного поэта-основоположника и классика карачаево-балкарской литературы. В памятный и знаменательный день для всего карачаевского народа на центральной площади Карачаевска по инициативе рода Семеновых был открыт памятник выдающимся знаменитому талантливому поэту всего Кавказа Исмаилу Семенову, автору гимна карачаево-балкарского народа Менгитау. Дата открытия памятника выбрана не случайно. Исмаил Семенов сам был в депортации. Пережив невзгоды, он вернулся на историческую родину со своим народом, которого так сильно любил. Это творчество долгие годы поддерживало земляков, укрепляя их мужество и любовь к родине. Он автор множества различных поэм. Но самая главная, самая любимая песня всеми народами Кавказа, особенно в Карачаево-Черкесии, у карачаевцев, это, конечно же, Менгитау, Эльбрус. Вот он автор этой песни. И, конечно же, какие бы мы памятники не ставили, это наш долг, да, знать и увековечить его память, таких людей. Но какой бы памятник мы не ставили бы, тот памятник, который он поставил нашей культуре, кавказской культуре, одним своим, одной своей песней мы не сможем отплатить ему этот долг. Стоит отметить мастерство скульптора, создавшего данный шедевр. Это народный художник Карачаева-Черкесии Магомед Хабичев, талант которого смог выразить всю силу и характер Джерчи Исмаила в этом памятнике. Слово «Джерчи» певец было дано Исмаилу Семенову неспроста, ведь его произведения, стрелой вонзая с сердца людей, оставались в нем согревая душу. Он полюбился тем, что каждая прочтенная строка была как кислород. Каждый, кто слышал произведения Джерчи Исмаила, с легкостью влюблялся в них. Его творчество, свое место, занимала сказочная эпизода «Рапных гор», которая вдохновляла нашего талантливого земляка на создание великих произведений. Его творческие работы являются властью мастерства слова, создания, проявления любви к родине и ко всему прекрасному. Своё завещание потомкам талантливый поэт Исмаил Семенов изложил в стихах. «Пришедшие и те, кто вслед спешат, храните и лелейте наш язык, как сад. Слова спешите в строй свой возвращать, народу нашему он будет адвокат». Харча Биджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Сегодня в Черкесии составилось собрание общественности, на котором еще раз вспомнили жертв переселения в Среднюю Азию и события, пришедствовавшие к возвращению народа, страдавшего на чужбине 14 долгих лет на родину. С торжеством справедливости карачаевский народ поздравил глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Мадина Каракетова подробнее. Несмотря на довольно промозглую погоду, не характерную для обычного ласкового мая в амфитеатре, нет ни одного свободного места. Жители республиканской столицы и внушительные делегации из городов и районов республики пришли, чтобы разделить с карачаевским народом его праздник – 65-ю годовщину возвращения на родину, 65-ю годовщину восстановленной справедливости. За это относительно недолгое время народ сумел снова встать на ноги, выстроить свои дома и жизнь, возродить культуру и традиции. Сегодня карачаевцы занимают свое достойное место среди народов России. Но этим дням предшествовали другие, полные ужаса, когда в одночасье из-за мелочности одного обидчивого государственного чиновника и непомерных аппетитов некоторых других народ был заклеймен, в одночасье погружен в товарные вагоны и рассыпан в степях, обреченные на вымирание. И собрание общественности, посвященное торжеству справедливости, которое все же наступило спустя 14 лет, который традиционно проходит 3 мая, в день, когда на свою историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, началось с обряда дуа по тем, кто так и не смог увидеть родные горы. И попросим Всевышнего, чтобы Аллаху Тавала, те, которые ушли, остались на чужбине, чтобы они были обладателями рая. 42 тысячи карачаевцев погибли от голода и других лишений в степях Средней Азии. 22 из них были дети. Очевидцы рассказывают, что вымирали целыми семьями. Исмаил Хаджибердив обратился к Всевышнему с молитвой, чтобы эти дни никогда больше не повторились ни с одним народом. Перед общественностью выступил глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов. Дни ссылки отпечатались в памяти многих наших земляков, как страшное событие, бессве для всего карачаевского народа, заплатившего колоссальную цену за этот акт несправедливости. Глава отметил, что вера в торжество справедливости помогала оставаться народу сплоченным, и дух карачаевского народа был еще больше укреплен верой в скорое возвращение домой. В изгнании карачаевцы не опустили голову, более того, внесли немалый вклад в экономику Казахстана, где у вас сосредоточено наибольшее количество депортированных и других регионов Средней Азии. А те, кто оставался на полях сражений Великой Отечественной войны, беззаветно отдавали жизни за освобождение Родины. Получили высокие государственные награды, в том числе и посмертно, и уже после полной реабилитации карачаевского народа. Пройдя все испытания, вернувшись к родным очагам, карачаевцы внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Но самое главное, сумели сохранить культурную идентичность и передать потомкам то нематериальное, что делает народ народом. И день возрождения карачаевского народа – это общий праздник для всех народов республики, с которыми карачаевцы связаны многовековыми традициями, общей историей и судьбой, сказал Рашид Темрезов. Добрососедство, гостеприимство и дружба между народами были и остаются ключевой ценностью Карачаева-Черкесии, сказал, поздравляя карачаевцев с Днем Возрождения, Александр Иванов, председатель Народного Собрания Республики. Закаленный характер наши земляки демонстрировали и в степях Средней Азии, и по возвращении домой. Добились значительных результатов в сельском хозяйстве, науке, медицине, культуре, спорте, образовании и политической сфере. И эти достижения известны не только нашей республике, но и далеко за ее пределами. С годами участников депортации становится все меньше, а молодежь знает о тяжелой участии своего народа по рассказам бабушек и дедушек. Известный эстрадный исполнитель Руслан Качев считает, что очень важно помнить свою историю, но смотреть в будущее. Так его учили с детства, и эту заповедь он передает в своих песнях. «Хвала Всевышнему Аллаху, что наш народ, наш гордый народ пережил эти 14 лет переселения. И слава Богу, мы до сих пор живем, стремимся, работаем во благо нашей республики, во благо нашего народа. Дай Аллах, чтобы дальше ни один народ не испытал такого переселения, такой беды». И пел Руслан сегодня с особым воодушевлением, потому что пел для своего народа, для тех, кто горевал вместе с карачаевцами, провожая их в неизвестность, для тех, кто встречал тот самый первый эшелон с возвращающимся домой спустя 14 лет, для тех, кто стоит сегодня рядом, плечом к плечу, и смотрит в новую жизнь. Мадина Каракетова, Роберт Желутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность и кратковременный дождь. Температура ночью плюс 5, а днем до плюс 17. В горах кратковременный дождь выше 2500 метров, лавина опасна. Температура воздуха ночью плюс 3, а днем плюс 13. В Черкесии переменная облачность и без осадков. Температура ночью плюс 6, днем 18 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем выпуск. Мусульмане всего мира в эти дни отмечают уразу Байрам или же праздник разговения. Весь месяц верующие держали пост от заката до рассвета, воздерживались от еды и питья, совершали благоугодные дела. Обращались к Всевышнему с молитвами. Накануне во всех мечетях прошел коллективный праздничный намаз. Мусульмане после совершения молитвы посещают могилы близких, готовят традиционные блюда и приглашают гостей, дарят подарки. В честь окончания праздника каждый верующий должен выплатить обязательную милостыню. Дорогие друзья, закончился месяц Рамазан. Весь этот месяц во всех мечетях люди делали благодеяние, молились Всевышнему. Пусть Аллаху Таалу примет все наши молитвы, все наши садака, которые мы делали. И дай Аллаху на следующий Рамазан, чтобы мы дошли живыми и здоровыми. А 1 мая в последний день у Розы состоялся общий республиканский праздничный ифтар, организованный главой Крача Черкесии Рашидом Тимрезовым. В Черкесске собрались верующие со всех населенных пунктов республики гости мероприятия. С удовлетворением отметили, что организация таких коллективных обрядов разговения в последние годы стала доброй традицией. Стоит отметить, что и в течение всего священного месяца коллективные обряды разговения проводились во всех муниципалитетах. Муфтий республики Исмаил Хаджибердиев поблагодарил главу республики за внимание к верующим. В танце отражен характер человека, народа и даже страны. Хореографический образ, целостное выражение чувства и мысли. Что нужно для счастья хореографа? Чтобы юные дарования желали и умели танцевать. Главный балетмейстер государственного ансамбля танца Крача и Черкесии Эльбрус Чура Узденов проводит набор мальчиков от 6 до 8 лет в детский вокально-хореографический ансамбль Крача. Набор проходит каждое воскресенье с 11 до 14 по адресу Проспект Ленина, 156. Большая человеческая просьба, чтобы мы сделали набор детей от 6 до 8 лет, мальчики. Почему? Потому что последние три года у нас выпуск идет, а подрастающего поколения набора нет. В прошлом году у меня шесть ребят ушли, уже готовые танцоры. Минимальный срок, чтобы ребенок вышел на сцену, минимум три года. А так, чтобы он себя уверенно, хорошо чувствовал на сцене, пять лет. Вот давайте посчитаем, да? Первый класс, второй класс, да? 7-8 лет. Добавляем пять лет. К 12-13 годам, если ребенок выйдет на сцену, это большой успех для ребенка. Не только хореография. Я проверяю данные на гибкость, все, спина, ноги, икра, стопа, подъем. Ну, хореографы это все понимают. Мы учим не только танцевать, петь. Каждое воскресенье с 11 до 2 на базе государственного ансамбля танца Карачаева, Черкесия, Эльбрус делаем набор. Всех прошу, чтобы приводили детей. Приставы республики проводят всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах». В этом году сотрудники управления судебных приставов не только информируют граждан о возможности получения сведений о наличии задолженности, но и окажут консультативную и практическую помощь жителям республики. Прохожим были розданы листовки, а желающие узнать о долгах или своих правах могут тут же за считанные минуты получить всю необходимую информацию. Также сервис дает возможность распечатать квитанцию для оплаты, в которой уже указан верные реквизиты. Мы проводим мероприятия по оказанию помощи жителям региона. Информируем о том, что граждане имеют право на получение, на сохранение прожиточного минимума, получение отсрочки, рассрочки платежей в судебном порядке, приостановление исполнительных производств в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, а также на неприкосновенный социальных выплат в ходе исполнительного производства. Помимо этого, разъясняем правила информационной безопасности, то есть возможность получения достоверных сведений об исполнительных производствах только путем использования официальных источников. Считаю, что данная акция очень полезна для всех граждан на территории Российской Федерации, и уж тем более на нашей территории. И хотелось бы сказать, что это очень удобно, не выходя из дома, даже можно элементарно в любом удобном для вас месте открыть приложение. И на данном сайте ФССП узнать всю информацию касаемых долгов и других обязательств. И, конечно же, самое главное, это не наткнуться на мошенников. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Возрождения Карачаевского народа, продолжаются. В Исжигуте сегодня прошли скачки на приз главы республики, а в Карачаевске зрители смогли увидеть постановку Карча. Подробности расскажем в наших следующих информационных выпусках. Это все вести. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Хрустальное счастье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова